День добрый, мои дорогие друзья! Я снова с вами на своей кухне, на своём традиционном месте. Поскольку у нас уже стало очень жарко, и я некоторые вещи не успела приготовить в силу разных семейных обстоятельств, там, работа, здоровье и так далее, и так далее, то я вот сейчас решила, так сказать, все эти пробелы как-то заполнить. И поскольку я, в общем-то, уже закончила свою работу, и могу спокойно вздохнуть и хоть немножечко отдохнуть, и уже, в общем-то, я готовлюсь к приезду аннушек с ребёнком. И решила начать это всё с того, что приготовлю лёгкую такую летнюю закуску, которая готовится буквально за 15-20 минут. Её можно кушать как в горячем виде, скажем, в виде гарнира к мясу, или к рыбе, ну не к рыбе вряд ли, но к мясу, к птице, так и в холодном виде, как холодную закуску. Значит, для нашего вот этого блюда нам нужна одна морковка средняя, один сладкий болгарский перец, кусочек остренького перца, это по вкусу, кстати, вот острый перец, он по сколько захотите. Хороший, большой, спелый помидор, вот когда берёшь в руки, маешь вещь. Вот это помидор. И один хороший кабачок такой, ну это я делаю маленькую порцию, ну и обязательно, естественно, чесночок. Кроме этого, здесь будут специи. А какие специи, покажу уже по ходу. А пока я почище подготовлю овощи. Итак, я, как видите, нарезала кабачки кружочками. Я должна сказать, что кожицу я не стала снимать. Просто хорошо вымыла кабачок, сняла попочку и хвостик. Потому что, если вы будете без кожицы жарить, потом уже тушить, у вас все кабачки развалятся, и будет такая гомогенная масса, как будто это кто-то уже кушал. Чтобы этого не было, и чтобы блюдо красиво смотрелось, лучше так с кожицей. Я мелко нарезала большой помидор, очистила морковку, чеснок подготовила и показываю специи. Показываю специи. Значит, здесь у меня орегано, соль, чёрный перец и совсем чуть-чуть будут листики только мятного или ещё его называют лимонного тимьяна. Но специи здесь должно быть минимально. Вот вы посмотрите, как я мало специй положу сюда. Значит, сейчас я поставлю жарить кабачки. Да, забыла. И ещё одна такая хорошая средняя луковица будет. Сейчас я поставлю жарить кабачки. И пока они будут жариться, я с вами немножко поболтаю и продолжу готовить остальные овощи. Я жарю, значит, как всегда на кукурузном масле. Так, сейчас пусть немножко масло разогреется. Я ещё хочу для вас приготовить, пока оно будет разогревать, я скажу. Хочу приготовить вот куриный рулет. Потом ещё у меня в планах ещё две летние закуски. И, может быть, пока ещё до приезда Анушек сделаю один обед. Это уже посмотрим. Всё будет зависеть от того, как я буду успевать. У нас сейчас, кстати сказать, очень жарко. Если сейчас в июне месяце, сейчас ещё середина июня, такая жара, то я уже с содроганием думаю о том, какое у нас будет лето. Так, обжаренные кабачки снимите на отдельную тарелочку, положите. А потом уже будете готовить остальные овощи и в конце всё это соедините. Я закрываю крышкой, потому что кабачки имеют такую весьма непристойную привычку поливаться, когда жарится, то есть масло плюётся. Итак, я уже вынула сердцевинку перца и делю перец условно на четыре части. Вот эти перегородки можно убрать. И нарезаю такой соломкой. Не очень тонкой. Если вы хотите, чтобы вообще любая закуска имела хороший товарный вид, не надо делать всё очень тонко, очень мелко. Это только, знаете, когда китайскую кухню готовишь, у них поскольку всё очень быстро, на большом огне и очень быстро. Там фактически всё, я бы сказала, даже такое полутушёное, полусырое. И там ничего не успевает развариться. Это совсем другая методика. Значит, сейчас возьмём тарелочку и сюда всыпем перчик. Сюда же я добавлю немножечко остренький перец. Я добавляю мало, потому что Виктор в последнее время почему-то стал чураться острого. Что-то ему не нравится. Ну и, пускай, идём навстречу пожеланиям крузящихся. Вот столько мне достаточно. Просто, чтобы придать такую пикантность изюминке. Так, морковку, поскольку она у меня большая, я делю вот так пополам. И вот делаю такие полукружья. Тоже не надо делать очень тонко, но и не делать очень толсто. Потому что морковка, она всё-таки должна провариться, а не хрустеть под зубами. Вы знаете, я сейчас ни о чём другом... Я смешиваю, кстати, перец с морковкой, они у меня вместе пойдут. Думать не могу, как о приезде Анушек. У меня все мысли только там. С ними, с Пашей наши, дорогие. Я вот уже сейчас думаю, что я буду рубашки покупать, какие ему подарочки приготовить к приезду. Так, вот у меня морковка, перчик. Это у нас такая витаминизированная получается закуска. Так, сейчас я переверну кабачки, а потом мы продолжим. Итак, продолжаем нашу готовку. Очередь дошла до лука. Поскольку он у меня большой, и я хочу, чтобы это выглядело красиво, я вот так только один раз режу поперёк, вернее вдоль, извините, а потом уже поперёк. И не очень тоненько, я говорю, чтобы у вас это было наподобие такого салата. И его ещё называют тёплый, warm salad. Вот такие. Это моя фантазия, кстати, абсолютная. В тот день я посмотрела на набор продуктов в холодильнике, и решила попробовать. Мне понравилось. Я решила поделиться с вами. Ещё хочу сказать особое спасибо всем тем нашим зрителям, которые, ну, если это жители Еревана, скажем, они ко мне подходят на улицы. Если это жители других городов, других стран, которые мне пишут. Большое-большое спасибо. Это очень приятно, что нас любят, знают. И, в общем, хотелось бы быть максимально полезной людям. Значит, вы посмотрите, я взяла вот этот черенок чеснока. Он ещё молоденький, мягкий и очень вкусный. Я вот так сейчас его нарежу. Он у меня тоже пойдёт в жарку. А вот чеснок уже я добавлю потом, под конец жарки. Потому что, когда чеснок сильно жаришь, он начинает или горчить, или такой неприятный вкус приобретает. Так, сейчас я буду вытаскивать уже часть кабачков. Просто хочу отставить аппарат, потому что, я говорю, кабачки брызгаются. Так, вот посмотрите. Очень сильно ужаривать не надо. Вот так более чем достаточно. Потому что кабачок очень нежный продукт. И если его очень сильно жарить, он просто потеряет свою нежность и просто... Ой, 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 стреляет. Извините, но он поразит, как стреляет. Так, всё, кабачки я уже положил. Быстро закрываем. А то сейчас мне всю камеру обрызгает. Если есть желание, и вот кто-то любитель более такого пикантного соуса, можно сюда добавить помимо помидор, ещё томатную пасту. Ну, немного, конечно, но всё-таки добавить. Это придаёт ещё такую кислинку, в общем, так сделает гораздо пикантнее. И так вот я уже снимаю последнюю партию своих кабачков. И на их место кладу лук. Кладу лук, так и не стреляет, когда жарится. К тому же я ещё уменьшила огонёк. Так что, вот, значит, лук. Теперь, смотрите, как только я чуть-чуть добавлю только масла, совсем чуть-чуть. Вот. Буквально чайную ложку. Значит, я вчера как раз посушила свежий этот сельян. Сейчас я на тарелочку его вот так вот. Значит, здесь мне нужны только листики. Причём, я говорю, очень-очень мало. Вот совсем чуть-чуть. Потому что и тимьян, и орегано, они очень сильные специи. И вот в прошлый раз, когда я приготовила, у меня просто случайно вот это открылось, и оттуда буквально пухнуло внутрь. И это получилось немножко, как сказать, слишком пряное. Так, ну вот, я так думаю, что вот такого количества это пусть останется. Здесь тимьяна. Так что там уже приедет, у неё уже будет свежий сушёный тимьян. Посмотрите, здесь, наверное, вот буквально, не знаю, видно, чайная ложечка. Сейчас эту хвоточку тоже уберём лишнюю. Вот более чем достаточно. И сюда же добавляем опять вот совсем чуть-чуть орегано. Вот, пожалуйста, общая смесь должна составлять вот одну чайную ложку. Значит, лук у меня, он уже притомился. Он не должен стать золотистым, он должен чуть-чуть стать прозрачным. Вот, пожалуйста. Чуть-чуть стал прозрачным. Не надо его ужаривать. И сюда же, вот прямо в этот лук, я добавляю перец и морковь. Видите, какая яркая, аппетитная картинка получается. Зелёный перчик, оранжевая морковка. То есть, всё по-летнему, всё очень витаминно и вкусно. Так, это надо закрыть крышкой. И пусть чуть-чуть это тоже вам приготовится. Так, значит, сейчас я посмотрю здесь, в каком состоянии мои овощи. Ну, и периодически надо, естественно, так помешивать. Так. Хорошо. Вот чуть-чуть можно сделать чёрный перчик сейчас. Особенно усердствовать не надо, потому что там внутри уже есть острый, свежий перец. Так что... Так. Немножечко сюда надо сделать лимонный сок. Вот. Если у кого свежий лимон, пусть отжимают свежий лимон. Теперь вот сюда я уже добавляю вот те специи, которые я сделала, и вот такое количество чеснока. Так. Если понадобится, я чеснок ещё добавлю. И сверху я добавляю уже мои кабачки. Вот. Они, кстати, ещё немножко жидкости выделят. И помидоры сверху. Помидоры можно ещё немножко присолить. Вот так. Хватит. Так. Пока я не буду больше мешать, я сейчас прикрою этой крышкой. Вот пусть тушится. Пока тушатся мои овощи, я добавляю чуть-чуть, вот у меня здесь уже мало осталось, вот этого вустер-сос. Вот этот вустер-сос, Ли Пэринг фирма. В принципе, везде продаётся. Вот так. Придаст и пикантность, и остринку, и приятный такой аромат. Всё. И опять закрываем. Так. И теперь ещё сюда я добавляю одну чайную ложку хмели-сунели. Даже можно чуть-чуть ещё добавить. И так. И вот теперь можно это уже всё хорошо помешать. видите, получается очень красочно, очень свежо, по-летнему. фактически масло у меня сюда ушло, ну, приблизительно полсакана кукурузного масла. Приблизительно. и видите, вот, и один кабачок, один перец, один помидор, и у вас уже чуть не на неделю вот такая закуска. я очень люблю это делать. Я такие вещи и с баклажанами делаю разные такие вот закуски. Если помните, я готовила баклажаны по-бенгальски. Вот я такие вещи делаю, очень мы это любим. и потом вот в холодильнике хранится и в холодном месте в виде там на завтрак, на ленч. Пусть наше соте. Это овощное соте, по большому счёту. Кабачковое, морковное соте. Я очень советую, вот когда вы вот так вот ворочаете всё на сковородке, будьте очень осторожными и обращайтесь нежно. Потому что, если вы переломаете все овощи, у вас просто будет такая каша. Я попробовала и решила, что мне надо немножко ещё подсолить. Ещё мне надо добавить, вот я добавила туда остренький перчик. Вот добавляю зелёную часть чеснока и ещё вот так вот пару зубчиков просто нарежу. Они тушатся очень быстро, эти дольки чеснока, и не хрустят под зубами. Но зато аромат хороший. И ещё я так думаю, что я немножечко, это я из-за Виктора, знаете, я испугалась, он у меня раскритиковал, в прошлый раз, ты столько специй положил, ты это сделал, то сделал. Я немножко добавлю ещё сюда хмели-сунели и орегано. Ещё хмели-сунели. Вообще, хмели-сунели и чеснок это классическое сочетание, такая классика жанра. И вот чуть-чуть ещё добавлю сюда орегано. Вот так вот, чуть-чуть совсем. Это было приблизительно, вот всё вместе, опять чайная ложка. и помешаем. Ну, наверное, минут пять ещё будет тушиться. То есть, на всё про всё уходит где-то порядка ну, 20-25 минут от силы. Итак, моя закуска уже готова. И я приступаю к такому домашнему декору. Это китайская капуста, остренький перчик, лимон. И вот теперь я начну сюда выкладывать. Вот так. вот так у нас получилось. Не знаю, симпатично или нет, но я постаралась. У меня ещё есть в заготовке значит, уже нарезанный укропчик. Я просто вот так немножечко украшу блюдо. Укроп это такая травка, которая никогда ничему не мешает. Наоборот, и вкус улучшает, и вид такой придаёт весёлый. вот так. Думаю, этого будет достаточно. Итак, мои дорогие друзья, моя закуска, вот, сотей, которую я сделала из кабачков, морковки, перца, готова к употреблению. Я надеюсь, что вам понравится, и вы будете летом часто готовить. Быстро, легко, удобно, недорого, и очень диетично, кстати сказать. Это такой диетический продукт. И очень полезный, витаминизированный, такая витаминка. А вот, что касается соли, перца, там, специй, конечно, вы можете добавлять сколько вам надо, и, значит, делать по своему вкусу. Тут уже, знаете, советчиков нет. Единственное, что хотелось бы сказать, не кладите сюда розмарин, потому что розмарин, это очень едкая специя, с очень мастичным, сильным вкусом, который заглушает все остальные вкусы. А вот немножко орегано, чуть-чуть с тимьян, причем лимонный тимьян, именно лимонный, ну, еще его называют мятным. И вот хмели-сунели, это самое то. Во всяком случае, попробуйте сначала в этом варианте, а потом уже можете, так сказать, импровизировать на заданную тему. И надеюсь, что вам понравится. Кстати, еще туда можно потереть чуть-чуть цедру лимона. Чуть-чуть цедру лимона потереть, и будет очень пикантно. Так, нежная нотка лимонная. И еще, поскольку мы с Анушек всегда очень рады встрече с вами на ее канале, и всегда с радостью получаем комментарии, и отвечаем на комментарии, то есть, очень рады такому общению. Ко мне на улице люди подходят, что тоже очень приятно. Так что, я надеюсь, что вот этот наш контакт будет долгим, взаимно и выгодным, и приятным. И, в общем, если окажетесь в Ереване, милости просим. А я, вот Анушек сейчас приезжает, я постараюсь все лето радовать вас новыми кулинарными изысками. Затем позвольте откланяться, здесь очень жарко, уже невозможно стоять. Пока!